МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачева-Черкесия. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимреза встретился с руководителем федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Анзором Музаевым, который находился с рабочей поездкой в республики и принял участие в ряде мероприятий, приуроченных к началу учебного года. На встрече обсудили вопросы, связанные с дальнейшим повышением качества образования в регионе, модернизацией школ, уменьшением нагрузки на учителей при составлении отчетности. В год педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным, особенно актуальными становятся вопросы наставничества, повышение престижа учительского труда, эффективного управления в сфере образования. Результаты совместной работы, в том числе вклад педагогического сообщества нашей республики, отметил в ходе встречи Анзор Ахмедович. Карачева-Черкесия выглядит достойно в системе региональных структур, системе образования страны. Рашид Тимрезов выразил благодарность министру просвещения России Сергею Кравцову, главе Россоборнадзора Анзору Музаеву за внимание к региональной системе образования, внедрению пилотных проектов и новых практик. За последние 10-12 лет видны колоссальные изменения, особые слова благодарности прозвучали за реализацию программы капитального ремонта школ. Не так много времени осталось до начала нового учебного года. И родителям, школьников, интересно узнать, в каких условиях будут заниматься их дети. За ответами на этот и некоторые другие вопросы наш корреспондент Артур Мыхце отправился в образовательное учреждение Черкесска. С раннего утра вокруг и внутри здания слышны звуки строительных инструментов. Это рабочие стараются успеть, разумеется, не в ущерб качеству, к началу нового учебного года. Ремонт шестой школы Черкесска стартовал в марте. Благодаря подрядчикам внутри строения многое кардинально изменилось в лучшую сторону. Правда, о точных сроках завершения работ пока говорить преждевременно. Но в том, что сооружению 1957 года постройки они были крайне необходимы, можно не сомневаться. Из того, что было, остались только стены и окна, можно сказать. Пол вскрывался, там везде были деревянные перекрытия. Всё вскрыли, всё заливали, пол всё залили, плитку положили. Все стены тоже убирали, всю штукатурку, новая штукатурка. Потолок тоже самый, все натяжные сделали, амстон поставили. Вся электрика была заменена, абсолютно всё. И отопление, всё было заменено. К слову, наблюдающим за ходом ремонтных работ активистам, происходящие созданием метаморфозы, очень понравились. Осталось понять, когда педагогам и их воспитанникам стоит ожидать возвращения в родное учреждение. Впрочем, на этом преобразования здесь не завершатся. В перспективе планируется увеличить вместимость шестой школы за счёт пристройки. Ведь сейчас при мощности на 650 мест 1 сентября ожидается 1200 учащихся. Объём выполненных работ внушительный. Мы еженедельно по пятницам с родительской общественностью приходили. Даже не с целью контроля, а с целью того, чтобы наблюдать, как это всё происходит и какие в будущем ожидают нас перемены к лучшему. Естественно, задача была такова, чтобы к началу учебного года мы могли поспеть. И праздничные мероприятия начались на территории нашей родной школы. Объём по-прежнему остаётся ещё достаточно большой. Я не могу утверждать о том, что именно будет так, как мы задумывали. Что касается остальных образовательных учреждений Черкеска, то оперативное вмешательство строителей потребовалось лишь 19-й гимназии, где из-за летней стихии проходилась крыша. Её заменили за счёт средств мэрии. Во всех школах проходил плановый косметический ремонт, а межведомственная комиссия проверила все здания на соответствие нормам по нескольким направлениям. Проверяли и пожарную безопасность, и антитеррористическую безопасность, и санитарно-гигиеническое состояние образовательных организаций. Также проверяли системы коммуникации, то есть отопления, насколько они готовы к осенне-зимнему периоду и так далее. На сегодняшний день абсолютно все образовательные организации, как школы, как детские сады, как организации дополнительного образования, они приняты комиссией единогласно и готовы принять детей. Во всех общеобразовательных учреждениях региональной столицы, которые готовы к началу нового учебного года, в День знаний прозвучит первый школьный звонок. А за несколько дней до этого в Черкесске пройдет традиционная конференция работников образования, где будут чествовать тех, на чьих плечах лежит обучение, а порой и воспитание подрастающего поколения, педагогов и наставников. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Клава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с министром цифрового развития региона Валерием Медовым. Валерия Медовый доложила о текущей ситуации и перспективах реализации в Республике федерального проекта устранения цифрового неравенства, направленного на обеспечение связью отдаленных населенных пунктов. Учитывая горный ландшафт местности, данная программа для нас очень актуальна. На сегодняшний день еще в 12 населенных пунктах республики, в которых проживает около 2000 жителей, отсутствует доступ в сеть интернет. Клава республики принял решение обратиться в Министерство цифрового развития связи и массовой коммуникации России с просьбой о увеличении квоты для решения по цифровизации от 1 до 5 населенных пунктов в год. Рашид Тимрезов поручил министру заранее предусмотреть финансирование на проведение локальной сети интернет в социально значимые объекты в отдаленных населенных пунктах ФАПы, школы, больницы. Также обсудили обеспечение связью населенных пунктов и территорий, прилегающих к курортным зонам. В Крачево-Черкесии открылась восьмая, последняя площадка ежегодного фестиваля современного искусства «Аланника». В 2023 году организаторы из Северной Осетии отошли от традиционного художника Эдуардом Кубенским регламента и привезли искусство в несколько регионов России. В Крачево-Черкесии экспозиция «Цветы» появилась на площади перед музеем-памятником-защитником перевалов Кавказа в поселке Орженикидзовском. На месте побывал Артур Мхце. Поляна из десятков тысяч цветов перед музеем-памятником-защитником перевалов Кавказа в поселке Орженикидзовском. Автором этого произведения является художник Эдуард Кубенский. Экспозиция стала частью проекта «Марафон открытий», организованного в рамках фестиваля изобразительного искусства Аланника, который на 16-й год своего существования вышел за пределы Северной Осетии. Изначально на этой площади планировалось высадить 344 тысячи таких цветов по примерному количеству советских воинов, погибших в боях на перевалах Кавказа. Но тогда мемориальному комплексу пришлось бы подыскивать куда большую территорию для поляны памяти. А так в итоге было найдено компромиссное решение. По словам автора идеи, для создания своего творения он постарался как можно лучше узнать историю Великой Отечественной войны, в частности изучить страницы обороны перевала в Кавказе. Так, стрелянные гильзы — это отсылка к смертным медальонам, которые помогали при опознании погибшего воина. Из подручных средств, из патрона вытаскивали пули, высыпали порох, туда вкладывали бумажки и пулю засовывали в обратную сторону. И получается, получался такой новый медальон. Сегодня, когда находят на тающих ледниках останки солдат и при них находят такие жетоны, сразу же становится понятно, что это советский солдат. И в некоторых жетонах сохраняются еще и бумажки, которые могут это дефицировать. Сооружение состоит из десятков тысяч стреляных гильз, закрепленных на стальной проволоке. На ветру они издают мелодичный звук, сравнимый с флейтой пастухов. Это своего рода отсылка к предмету, который в регионе издавна использовали во время выпаса домашних животных. Позже такой экспонат стали создавать из металлической трубки оружейного ствола. То есть предмет, который изначально предназначался для военных целей, использовали для мирной жизни. В числе почетных гостей торжественного открытия поляны памяти были руководитель Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Елизавета Лихачёва и организаторы фестиваля «Аланника» из Северной Осетии. Фестиваль «Аланника», который существует в этом году, в 2016 год пошёл. И он завоевал определённую репутацию в республике Северной Осетии. Нам показалось, что в этом году надо выводить эту работу с современным искусством за пределы региона, одной конкретной республики, растягивать её на весь Северный Кавказ. Потому что, как мне кажется, это очень важная работа. Потому что языком современного искусства можно говорить на другое разные темы. И мне кажется, что часть государственной политики в области культуры должен быть разговор языком современного искусства, темы, которые важны нам. Впрочем, этот без преувеличения шедевр изобразительного искусства стал таким в том числе благодаря юным жителям Карачао-Черкесии. Ребята из юноармейского отряда «Ураган» при Кубанского района помогали автору воплощать его творческие идеи на практике. В данном проекте мы участвовали с первого дня. В 7 утра мы выезжали из села Привольное, приезжали сюда. И каждый из нас с огромным интересом принимал участие в данном проекте, поскольку это наша история. И огромное спасибо организаторам за возможность нам поучаствовать в истории, что мы можем подать пример другим детям, что наша история в наших руках. Отдав дань памяти погибшим защитникам перевала в Кавказа, участники мероприятия посетили сам музей. В помещении приглушенный свет как бы воссоздавал тревожную атмосферу времен Великой Отечественной войны. И в этой обстановке по-новому зазвучали произведения поэтов Карачао-Черкесии в исполнении солистов Северо-Кавказского филиала Мариинского театра. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия, Карачаевский район. 25 августа днем в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску поступило телефонное сообщение о том, что во дворе дома номер 78 по улице Космонавтов лежит металлический предмет, похожий на гранату. На место незамедлительно выехала следственная оперативная группа, кинологи, саперы и экстренные службы. Предмет был идентифицирован. Учебная граната к категории взрывных устройств не относится, угрозы не представляет. Он изъят и направлен на исследование. В минувшие выходные на центральной площади имени Героя России Канамата Баташева Карачаевского городского округа прошла ярмарка «Покупай российская». На ней был представлен широкий ассортимент как продовольственных, так и промышленных товаров. Подробности у Мурата Женкезова. Около 40 предприятий и фермерских хозяйств представили свои товары. В основном по схеме прямой поставки предприятий прилавок. Причём по ценам ниже рыночных. Наша продукция всё из свежего мяса, говядина и курица. Вся продукция халяль. Новая линия, вот то, что я сейчас дегустирую, это пепперони, колбаска остренькая, с перцем и сервилат из индейки. И телячья колбаска с кусочками мяса. И цены от производителя ниже, чем везде. Привезла мёд с разными добавками, с ягодами, фруктами, с прополюсом, с мумиё разными добавками. И обычные меда, липовый, акация. Мёд с мумиё – это для костей, для памяти, улучшает кровообращение. Мёд с лавандой – для сна, мёд с маточным молочком для иммунитета, противопростудный. На импровизированных торговых точках в ассортименте представлены фрукты, овощи, продукция пчеловодства, молочная продукция, ароматные чаи, кондитерские изделия, промышленные товары и многое другое. Особым спросом пользуются рыба и морепродукты. Мне всё очень нравится, очень много выбора рыбы. Рыбу вообще мы любим, мясо у нас своё в Карачаевске, можно на рынке всегда купить. А разнообразие рыбы очень большое. Спасибо за ярмарку. Воспринимаем очень хорошо, почаще ярмарки пусть будут. Цены ещё не прошла, не посмотрела, но мало людей, в прошлый раз было больше. А так всё хорошо. Ярмарку выходного дня посетили сотни горожан. Сотрудниками ветслужбы был обеспечен контроль за качеством продукции, а содействие в проведении мероприятия оказали работники администрации Карачаевского городского округа. Ярмарка организована по поручению главы Карачаевской республики, врач Таварисовича Тимирезова. Решение принял мэр делать каждый сезон, сезонную, скажем так, ярмарку. Ну, как бы постарались сделать так, чтобы охватить весь диапазон нужды нашего округа в подобной ярмарке. Посетители ярмарки порадовали не только ассортиментом и приятными ценами, но и ярким творческим концертом, а также бесплатным угощением, такими как мороженое, фруктовые нарезки и лимонад. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции проверяют состояние школьных автобусов, а также оценивают на соответствие нормативным требованиям состояния дорожной сети рядом с образовательными организациями. Поскольку дети за летний период могут забыть правила безопасного поведения на улице, госавтоинспекция рекомендует родителям напомнить о них. При этом важно, чтобы ребенок осознавал смысл действий, а не просто бездумно следовал за взрослым. На что еще нужно обратить внимание, участникам дорожного движения рассказал государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД Покорачева-Черкесии Заур Капушев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершал.